Всем привет! На прошлой неделе у меня вышел обзор на этот телевизор в 55-й диагонали. Если не смотрели, посмотрите. Сегодня обзор у нас на телевизор Hisense 65U6KQ в диагонали 65 дюймов. Отличия у этих двух телевизоров в 55-й и 65-й диагонали имеются. Самое важное это тип матрицы и количество зон подсветки. Как нам с вами известно, телевизор U6K это уже телевизор с mini-LED подсветкой. Раньше mini-LED телевизоры это были премиальные модели, дорогие телевизоры. Сейчас же mini-LED телевизоры уже закрепились в среднем ценовом сегменте. Вспомним про модель от TCL или тот же Hisense, но 7-я и 8-я серия. Кстати, у меня на канале уже есть обзор на mini-LED TCL. Это TCL C755 и TCL C845. Также Hisense U8KQ. Есть еще, конечно, видео и про QN90C, это премиальный mini-LED от Samsung. Но там и цена от 200 до 300 тысяч. Вот. Сегодня у нас обзор на Hisense 65U6KQ. Так правильно называется модель. Или в комментариях поправляют Hisense. Или Hisense. Hisense. Не важно. По факту, это самый дешевый вариант mini-LED с технологией QLED у Hisense. QLED у Hisense называется ULED. Дополнительный слой квантовых точек для расширения цветового охвата. Сегодня мы поймем, стоит ли платить за него 100 тысяч рублей. Это цена без акции. Но когда я снимал это видео, у 6K стоил по акции в MVideo. И стоил он 70 тысяч рублей. Столько же, сколько и стоит он в 55-й диагонали 55 дюймов. Вот этот же телевизор. И там 70, и тут 70, но по акции просто. Также хочу напомнить, что в описании видео вы найдете ссылки на этот телевизор по более выгодным ценам. Также вы там обнаружите ссылки на мой телеграм-канал и мой сайт с услугами по подбору телевизоров и удаленной настройки Smart TV. Установка на них там сторонних приложений для просмотра фильмов и сериалов от Netflix и Apple и так далее бесплатно. Ладно, начнем наверное с того, что на данный момент компания Hisense продает у нас в России 4 своих телевизора с технологией Minilad. Самый дорогой это UX QQ, а самый дешевый это вот этот как раз U6 QQ. И у нас его можно купить, как я понимаю, всего лишь в двух диагоналях. Это 55 и 65 дюймов. В 55 диагонали у него VA матрица, Minilad, 600 нит яркости и 120 зон подсветки. А вот в 65 диагонали у нас уже ADS матрица, Minilad, также 600 нит яркости. Контраст тут в 65 диагонали 1200 к 1, а зон затемнения 192 штуки. Самое важное отличие 65 дюймовой модели от 55 дюймов является наличие матрицы ADS. Это аналог IPS, которая в теории обеспечивает лучшие углы обзора и лучшую цветопередачу. Но в отличие от типичной для телевизоров VA матрицы, которая стоит как раз например в 55 диагонали этой модели. ADS обладает гораздо меньшей контрастностью и соответственно менее глубоким черным цветом. Также стоит упомянуть о частоте обновления. А тут матрица 60 Гц, а это означает, что вы не найдете здесь HDMI 2.1 например, хотя телевизор поддерживает LLM и VRR. Про дизайн давайте. Конечно, чаще всего в телевизорах мы обращаем внимание на экран, на качество картинки, но это не значит, что дизайн самого телевизора не имеет никакого значения. Для меня например важно, чтобы телевизор выглядел красиво, стильно и спереди и сзади, и чтобы ножки классные были и пульт стильный. К сожалению, в моделях по среднему бюджету в этом отношении, ну не так уж и много классных и стильных телевизоров. Точно так же и с этим телевизором, как и в 55 диагонали, внешний вид тут ну такой, внешне он мне показался типичным наверное, да. Как и любой другой телевизор, стоящий рядом примерно за те же самые там 70 плюс-минус тысяч рублей. Корпус из черного пластика, рамки пластиковые, нижняя часть вот алюминиевая, да здесь. Ножки тоже металлические, хорошие, устойчивые, при том, что вот в 65 диагонали они имеют два разных расположения. Можно ну вот прикрепить по краям, а можно ближе к центру. Это на мой взгляд редкость на самом деле, не все модели в среднем сегменте имеют вот такую вообще возможность. Расположение всех портов находится на левой стороне, кроме аудио и интернета. Они непосредственно на заднике телевизора. Вообще, ну за эти деньги можно взять телек уже и с центральной подставкой, но один фиг, внешне они не будут сильно отличаться. Думаю, что в своей категории у 6К это стандартный телек по дизайну плюсом. Тут просто будет как раз то, что можно изменить расположение ножек, наверное. Если про звук начнем, то звук как и в 55 диагонали херня. Два динамика по 10 ватт, саба нету, звук плоский, но громкости хватает. Для ТВ каналов и мультиков детям, наверное, пойдет. А если берете для фильмов, думаю, покупать саундбар вам придется, ну вот 100% хотя бы тысяч за 5-10 совита. Если про игры, то для игр точно так же, как и 55 диагональ, это у 6К, ну не лучший вариант. Ну хотя если вы там нетребовательный игрок и вам это так, ну вот в футбол иногда поиграть, или в Assassin's Creed какой-нибудь запустить раз в месяц, тогда на самом-то деле и пойдет. Сейчас наличие 60 Гц в телевизоре, а не 120, уже автоматом выкидывает телевизор из подраздела, типа для игр. Но это не значит, что он будет совершенно бесполезен в них. То есть тут есть вот поддержка, например, LLM, которая позволяет снизить задержку, работает в игровом режиме. Если не включать игровой режим, кстати, то тут бешеная вообще задержка в 95 мс в 4К. Но если включить LLM, она снизится до очень и очень низкой, в районе 10 мс, и это уж очень даже и круто. Так как считается, что если задержка в играх ниже 20 мс, это уже хорошо и комфортно. Тут 10, на многих телевизорах даже по 120 Гц, там задержка будет где-то 13, 14, 15. Но при этом U6K не поддерживает AMD FreeSense или NVIDIA G-Sense, но зато все разъемы HDMI поддерживают VRR. Теоретически VRR может пригодиться в играх с высоким FPS, поскольку VRR предотвращает заметное падение по плавности, когда FPS падает с высокого значения резко к низким. VRR заставляет игру по умолчанию переходить на чуть более низкую частоту обновления от максимальной, но при этом сохраняет высокое разрешение картинки. Это очень круто, когда вы имеете матрицу 120 Гц, да, и игры в которых там FPS 80-90, да. Но вот на 60 Гц матрице, не знаю, насколько здесь VRR нужно, но в целом есть, да есть, ну и ладно. Вообще, я повторюсь, если вы не требовательный игрок, я думаю, вам этого телевизора будет хватать. Но если вы растите там из себя какого-нибудь киберспортсмена, наверное, лучше посмотреть на что-нибудь другое. В прошлый раз вы просили уже сравнивать с чем-то еще. Так вот, конкурент в лице того же TCL C645 будет немного, но лучше на данный момент. Это один из самых недорогих QLED-ов начального уровня с матрицей 60 Гц, которая способна работать на частоте 120 при разрешении 1080. И там еще есть вот этот геймбар, которого здесь нету. Вот именно в плане для игр, да, если у вас там Xbox, либо PlayStation, и вы хотите себе взять бюджетный, ну вот хотя бы немножко игровой телевизор, мне кажется, если вы выберете TCL C645, это чуть-чуть более правильный выбор. Именно только, вот сейчас мы говорим про игры. Однако, Hisense U6KQ имеет вот именно мини-LED подсветку, а TCL нет, и это будет заметно в фильмах, в сериалах и... Ну ладно, об этом чуть позже. Кстати, геймбара, я уже сказал, в U6 тоже нету. Видимо, даже сами вот Hisense на самом-то деле понимают, что это, ну, нифига не игровой телевизор. Насчет пульта тоже хочу сказать сразу. Пульт, конечно, еще то уродство, но в принципе он так-то достаточно удобный. Взрослым людям им будет пользоваться комфортно. Пульт легкий, хорошо лежит в руке, поддерживает команды и голосовой поиск. Ну, такой именно, который может выдать вида, ну, операционная система. Но с точки зрения дизайна или внешнего вида, это, конечно, ну, такое себе удовольствие. Я имею в виду сейчас вот про пульт именно. Если хотите и игровые возможности, и металлический пульт, и яркость выше, тогда вам нужно добавить на U7KQ, а на этом телевизоре мы имеем по факту, ну, то, что имеем. Если про Smart TV, то в телевизоре Hisense у нас в России вот именно система вида. Но, в принципе, вы могли бы видеть вот подобные модели, когда смотрели там обзоры на YouTube, и читали, или еще что-то. Зачастую вот в обзорах такие телевизоры на Google TV, но это не для нашего рынка телевизоры. Вот. И зачастую там и другие матрицы, и немножко другие характеристики, потому что тот же у 6K бывает и с MiniLED, и без MiniLED, бывает и на Vida, и на Google TV. Очень много нюансов. Мы говорим именно про наш рынок, про наши телевизоры, которые вы можете сходить и купить, например, в NVIDIA, либо в Eldorado. Vida — это фирменная оболочка от Hisense. Главный экран у нее — это список предустановленных приложений, и на самом деле вот это какое-то много рекламы, вот этих рекомендаций. По факту это вот рекомендация от того, что можно посмотреть, но на мой взгляд это реклама какая-то, потому что там рекомендации еще, ну, те, поганка какая-то. Называйте, короче, как хотите. Они, кстати, подгружаются еще, между прочим, через раз. Часто бывает, что все эти рекомендации — это просто серые прямоугольники на весь экран. Серьезным минусом для многих будет отсутствие непопулярных региональных приложений по типу Sibsety TV, например, ну и так далее. То есть тут есть все самые нужные, но вот если вы с региона, и вам, например, не нужен Винг, Кинопоиск, Премьеры, Старта, какие-то ваши местные проги от операторов по типу, знаете, вот есть Zephyr TV, Sibsety TV, Signal TV и так далее, то тут этого нету. Да что уж там, вот тут, ну, на самом-то деле, в ВК появилось, ну, вот месяца два назад как. Пиратку, кстати, смотреть можно ставить, можно со сторонних платных магазинов, либо через Media Station X. Кстати, заходите ко мне на Boosty, оформляйте подписку, забирайте все рабочие адреса для Media Station, чтобы смотреть фильмы от Netflix, от Apple и все как бы бесплатно. Ну и еще там есть сервера для торрентов, например, чтобы смотреть фильмы и сериалы онлайн в 4К, а не скачивать их на жесткий диск. Оформляйте подписку, поддерживайте создание новых видео, я коплю на объектив для камеры, а то монетизации же нет, больше нормальной, а с той, что есть сейчас, ну, я буду копить, наверное, ну, 20 лет. Если говорим вот дальше про телевизор, ну, вот вопросы, тупит или не тупит, потому что в 55-й говорил, что, ну, подлагивает так нормально. Телек этот, ну, не лагает, конечно, но мне показалось, работает он нормально, не быстро, но и немедленно. 55-я диагональ показалась мне, ну, как-то медленнее, что ли. Может быть, прошивка стояла не та, или там обновления какие-то, или еще что-то, я не знаю. Но этот работал, в принципе, неплохо, бывало, что он там подгружал или открывал приложение не моментально, медленнее, чем, например, моя Тошиба, но в целом мне показалось, что это, ну, не сильно критично. Сама по себе вида достаточно интуитивная и понятная. Если проваливаться в настройке, можете менять режимы картинки, прибавить яркость, резкость, контраст, гамму и так далее. И это все интуитивно понятно, вот, на мой взгляд, намного понятнее, там, вот, взрослому человеку 50-50 лет, нежели, вот, будет понятнее разобраться с видой, чем с гуглтовой, либо с андроидом. Ну, вот, на мой взгляд. Если про картинку, картинка на Hisense U6K Q, правильное, да, название, яркая, но, как и всегда, не без проблем. Как я и говорил, в самом начале видео, это мини-лед с АДС-матрицей, которая имеет 192 зоны подсветки, вот, именно в этой 65-й диагонали. В теории, это должно было дать, конечно, крутую подсветку этому телевизору, но во время тестов, даже в магазине, в не самом пригодном для этого дела помещении, с той точки зрения, ну, я имею в виду, что там нельзя выключить свет полностью, из-за этого приходилось там городить домики из пустых коробок и так далее. Так вот, даже в магазине были видны засветы, ореолы. Проще говоря, вокруг яркого объекта, отражаемого вот именно на черном фоне, появлялись очень заметные вот такие ореолы. Вот это и есть засветы, я вам сейчас это все на экране покажу. В теории, замена матрицы с IPS на АДС должна была увеличить контраст примерно от 1000 до 3, но этого мы тут не получили. Но в целом, картинка хорошая, яркая и даже с HDR телек справляется неплохо и разница с обычным SDR контентом была видна невооруженным взглядом. Вот, кстати, за доработку картинки сглаживание отвечает свой проц, он там как-то по-английски называется, у меня с этим проблемы. Также тут есть датчик освещения, который регулирует картинку, подстраивая ее под свет в комнате или под сцены в фильме, например. Советую эту функцию сразу отключать, чтобы картинка не скакала от яркой к темной. Ну и тестировал и снимал на камеру, я тоже при том, что эту функцию отключил, чтобы не сложились какие-то ложные впечатления или еще что-то. Итак, давайте уже поговорим про картинку на этом телевизоре, да, вот просто все затягиваю, откладываю и так далее. Хочу напомнить, что тут матрица ADS, которая в теории должна была решить основные проблемы IPS, а именно повысить контрастность и черный цвет за счет чуть большего искажения цветов. При этом ADS, как и IPS, также должна была дать хороший угол обзора, лучше чем вот у VA матрицы. И да, действительно, если сравнивать нашу 65-ю диагональ с тем, что было в 55-й диагонали, например, то, конечно, угол обзора стал намного лучше. В 55-й, напомню, VA матрицы, и там, ну, угол обзора слабенький. Если говорим про яркость в телевизоре, то тут пиковая будет составлять 600 нит, как заявляют сами Hisense. В реальности, конечно же, она будет меньше, плюс это зависит и от режимов изображения, на которых вы смотрите. Если берем стандартный режим, то там яркость около 300 нит. Если меняем ее в настройках на максимум, то режим кино выдает примерно, по-моему, 400, вот он может выдать. И это считается хорошим результатом для телевизора за 70 тысяч рублей в 65-й диагонали. Если говорим, а где эти 600 нит, вот обещанные, которые пишут на сайте, все просто. Включая эти фильмы в HDR, и тут уже у 6К показывает, что он, ну, действительно, это мини-лед телевизор. Яркость поднимается уже как раз до 500 нит, а где-то может выдавать и 600. Конечно, это намного меньше, чем у более дорогих мини-лед или OLED, там, 2023-го, там яркость вообще 1000 нит и выше. Но, учитывая цену в 70 тысяч, я могу сказать, что это, в любом случае, неплохой результат, и брать его в светлую комнату можно, особенно, если нужен еще и угол обзора. Многие конкуренты за эту цену в 65-й диагонали будут выдавать яркость не намного, но меньше. А вот проблема, которая есть у этого телевизора, так это средние тона и тени. Приведу пример. Ну, вот когда есть человек в черной футболке, эта футболка будет черная, без всяких теней, не будет видно, знаете, там, складок на этой футболке, кармашек на ней. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Будут отображаться только очень яркие и очень темные участки картинки. Но тут сразу скажу, что не забывайте, что важно общее впечатление от картинки, а не то, видно ли там на черной футболке, там, черный карман или нет. Считаю главным, чтобы картинка нравилась вот именно вам. Если смотреть с точки зрения рынка, то он, ну, на самом-то деле нормально показывает, с учетом того, что матрица АДС. И вот эту проблему с отображением тонов, например, проблему с контрастом, ну, ее имеют многие, наверное, среднячки на рынке телевизоров, особенно китайцы, особенно недорогие. Если говорим про подсветку, да, про мини-лед. Вообще мини-леды должны были иметь хорошую равномерность подсветки, но, как показала практика, этим обеспечивают только, на самом-то деле, дорогие модели. И Hisense U6K не стал исключением, и у него с равномерностью есть проблемы. Например, верхняя часть экрана немного, но все же менее яркая, чем центр, например. Эти проблемы были видны и во время теста на локальное затемнение, когда на черном экране показывают небольшой белый квадратик. Вокруг него на Hisense U6K отчетливо видно подсветку, ореолы. Вот, а на камеру это сложно оказалось передать, вот, именно заснять, так как реально это сделать только дома, в темной комнате. Тут же, как и, ну, что ни городи, какие коробки ни строй, все равно не получается адекватно это подснять. Но глазами это видно, кстати, небольшой лайфхак. Можно еще немного сбоку на телевизор в таких тестах смотреть, и даже в светлом помещении, в магазине, эти ореолы будут заметны и видны. Теоретически матрица ADS должна была обеспечить более высокую контрастность, чем классическая старенькая IPS. Но в случае с U6K этого не произошло, и контрастность тут немного выше 1000, около 1300-1400 к одному. Но это, кстати, больше, чем на прошлогоднем U8HQ, который тоже идет на ADS и с MiniLED, но там контрастность вообще меньше 1950, если мне память не изменяет. Так что, в принципе, U6K дает не самый плохой контраст, да еще и оправдывает то, что пишут на своих сайтах у себя, когда указывают контрастность в 1200 к одному. Тем не менее, нужно не забывать, что черные цвета будут не такими глубокими, как в телевизорах с VA матрицей, где контраст априори выше. Но здесь, по сравнению с 55-й диагональю, я заметил, что нет вот этой белой пелены, и вы получаете лучший угол обзора. Если вы не смотрите телевизор в полной темноте, ночью, перед сном, то в целом телевизор можно рассмотреть в покупке. Если говорим про цвета, да, про цветопередачу, то тут все на самом деле тоже неплохо, но, естественно, хуже, чем на более дорогих моделях от той же Hisense, да, например, по типу вот U7K Q-модель или U8K. По режимам изображения, тут их 5 штук, самый адекватный, это, как всегда, день кино. В нем достаточно теплое изображение, но яркость меньше, чем на стандартном или динамическом режиме. Тут в SDR около 280 нит, ну и контраст тоже падает примерно до 950 к одному. Будет странно, но мне кажется, режим день кино больше именно для вечернего просмотра. Режим вот ночное кино, ночь кино, это очень похож он по настройкам на день кино, существенная разница это яркость. Данный режим я бы включал именно ночью, когда смотрю телевизор без света. Есть еще здесь режим динамический, он самый яркий, выдает 450 нит, но я бы никому не советовал на нем смотреть фильмы. Очень холодная картинка, из-за кривого баланса белого это будет влиять на глаза. То есть на этом режиме вы не сможете смотреть долго видео, глаза будут уставать. То есть вот поэтому все правильно откалиброванные цвета, правильные режимы, да, они все вот картинка не холодная, яркая, сочная, да. Она такая теплая и вот по цветам более нейтральная, естественная. Динамический режим может на самом-то деле хорошо смотреться в видео на полке, на витрине. Но дома, в доме, на телевизоре, ну смотреть на нем там фильмы, сериалы, ну наверное не лучшее вообще занятие. Если какие-то итоги подводить, то достаточно противоречивый аппарат на мой взгляд. Потому что цена 70 тысяч за 65 диагональ подкупает, да. То есть если хочется получше, нужно рассматривать уже 1090, либо искать. Но есть на самом деле и другие телевизоры, даже поинтереснее, чем этот будет со скидками, да. Где будет и 120 Гц, и VA-матрица, и мини-LED с большим количеством зон. Но тут всегда нужно смотреть на скидки, на акции, на какие-то модели и так далее. То есть я могу сейчас назвать какую-то модель. Когда вы будете этот ролик смотреть, он будет стоить не 80, не 70, а 120, 130 допустим. С одной стороны, он вот именно у 6К предлагает более высокую яркость, чем конкуренты за эту цену. Да и качество сборки, кстати, материалов, как обычно у Hisense, на мой взгляд, вот к хорошей. И к качеству сборки, к материалам нет вообще никаких претензий, да. Поэтому если сравнивать телевизоры, ну вот под типу C645, вот такие модели, то этот телевизор прям достойный и на него стоит обратить внимание. Но вот единственное, из-за 60 Гц матрицы, его сложно мне рекомендовать в качестве универсального телека на много лет, как для игр, так и для фильмов. Я бы сказал, что Hisense U6KQ был бы очень интересным предложением для любителей посмотреть именно фильмы, YouTube, TV каналы, но кому пофиг на засветы, на низкий контраст, кому нужен хороший угол обзора. И да, не забывайте про тот пульт, что идет в комплекте многим, на мой взгляд, он может показаться достаточно... Ну, он, во-первых, не понравится и окажет, ну, такой, знаете, неприятный. Для игр, кстати, наверное, если у вас PlayStation 4 или Nintendo, или вы там нетребовательный пользователь, и вам эта консоль как раз, ну, вот, раз в месяц, два раза, по два часика поиграть, отдохнуть, то, в принципе, вам этого телека будет для таких задач достаточно. Input lag маленький, цвета нормальные, а 120 Гц вам там, на самом-то деле, и не нужно. Короче, если берем цену в 70 тысяч, вот сейчас, то это, в принципе, неплохой вариант для светлой комнаты. Да, хотя даже, наверное, хороший, вот. Но вот за 100 тысяч, вот, хер его знает, тут вот сами решайте. В принципе, яркости должно будет вам хватать, и HDR работает заметно, да, ну, так неплохо. Можно будет, в принципе, использовать его, смотреть HDR, смотреть Dolby Vision, вот, когда такая возможность, конечно, у вас будет. Единственное, наверное, если вы геймер, посмотрите лучше на вот E7QQ Pro, TCL C745, или Samsung Q80B, или Q80C. Да, цена выше, но в таком случае это будет оправдано, потому что, как я часто говорю, телевизор, вы, это не телефон, вы его берете не на один, не на два года, а на пять, шесть, кто-то на семь лет. Поэтому иногда стоит добавить, если у вас высокие запросы, вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока-пока.